Вечер нашего похода. Сегодня у нас была одна очень необычная находка. Мы нашли личинки разных жуков, ну основную, конечно, массу составляют личинки майских жуков. Мы их немножко отмыли и сейчас будем готовить на углях и пробовать, что это такое, дегустация в реальном времени. Мы их еще ни разу не пробовали. В общем-то да, сейчас сразу и начнем. Выглядят они вот так, довольно такие интересные ребята, веселые, пытаются убежать. Вот сейчас мы попробуем большого, это уже взрослый особь и маленькая. Маленькие были в таких коконах, в общем-то коконы мы разбили, вытащили их тоже помыли. Ну что, начинаем. Так, такого я еще ни разу не делал и не пробовал. Надеюсь, он не брызнет. Так, сейчас. Не сопротивляйся. Есть. Так, вторая сторона. Они достаточно плотные. Достаточно плотные, да. Маленького. Из него что-то выходит. Ну, как-то хотели. Ходит и уходит. Жизнерадостность. Да. Есть. Все, аккуратненько теперь на угли. Вот. Ну, это чистый белок, на самом деле это очень полезная, я думаю, пища. Они там не радостно жарятся, я могу сказать. Вот. Почему мы их жарим, почему не едим сырыми? На самом деле, вот мы сегодня тоже много изучали про жизнь слепни, про жизнь комаров. Очень большое количество популяции насекомых подвержено всяким паразитам. И в принципе, как сырое мясо, мы не едим в первую очередь, потому что оно число усваивается, поэтому мы готовим. Но еще из-за паразитов нужно их обязательно убить, поэтому обязательно термообработка нужна. Вот. В первую очередь для этого я их готовлю. Покажи, как они жарятся, на самом деле. То, что ты показываешь меня, да. Но выглядят они пока довольно аппетитно, вот. Почти в каком-то китайском ресторане. Я думаю, еще где-то минутку покоптим их на таком среднем огне. И можно будет пробовать. И да, еще не секрет, что я не только их попробую один. Мне их составят компанию Маша и Виталик. Они уже очень радостно восприняли эту мысль, да. Да, вот сколько счастья во глазах. Так что сегодня у нас очень обычное кулинарное блюдо. Так, ну-ка. Я хочу хорошо. Еще чуть-чуть. Да, да, мы хорошо. Они должны быть такие коричневатые, я знаю, в кондикцию. Надо не торопиться. Но это практически шашлык, просто немножко... Вот это было сейчас опасно на самом деле. Чуть не лишились блюда. Да. Хорошая тихая ночь. Вот, комаров сейчас у нас нету. Да, луна такая почти полная. Похоже, как будто ты маршмэллоу жаришь. Да, кстати, маршмэллоу. Наш вариант. Секретный маршмэллоу. Блин, это большая удача, что мы столько белка нашли. Чем можно заметить мясо в походе? Вот, примерно такой вот едой. Воду запретили есть мясо просто. Нет, никто не запрещал есть мясо, но я хочу попробовать, что будет, если его есть чуть поменьше. Ладно, давай оставлю. Так, прошло пару минут, мы дожариваем наших жучков, ну, личинок скорее. Вот такой они кондикции, сейчас, собственно, будем их пробовать. Чего там страшного нет? Вот на запах они как орешки, вот мы их уже понюхали. Ну, и сейчас, собственно, будут наши первые эмоции от того, какие не на вкус. Аккуратно снимаю первое, так это помаши. Так, ну и право съесть, наверное, первую личинку за мной будет. Ну что, господа, вот так она выглядит. Такая вот очень аппетитная, видите, большая, вкусная. Ну что, едим? Я бы дожарила. Нет, едим такой. Ну, как сказать, шутки шутками, а оно довольно вкусное. Я не знаю почему, но... Это вкусно! Маша, пробуй, давай, пробуй. И Виталику оставь обязательно, половинку, Маша, половинку кусай. В смысле половинку? Только за кадром, если... Господа, это вкусно, это вкусно. Давай, Маша, смелее, давай. Миша, давай ты же пробуешь. Смелее, половинку, давай, 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 смелее. Я прыгаю с мастатом, я не знаю. Половинку откуси, оставь Виталику, это вкусно. Не дам я Витаминку еще, что-то жрут. Кусай, кусь. Это вкусно. Давай, давай. Неплохо. Маша десятница, вот, видите, она такие вещи совершает. Ну как? Нормально. Да, нормально. Это не гадость. Это похоже на то, что ты переживал семечку вместо с шкарлупкой. Кстати, да, какой-то вот ореховый привкус. Почему? Потому что и там получается много белка, да? Наверное. Нет, и в орехах у нас не белки? Нет, это белок. Нет, в орехах белка тоже много достаточно. Это практически чистый белок. Ну, на самом деле, это реально вкусно. У нас сейчас такой план капкан есть. Немножко их помыть, отварить, выпотрошить, потому что в них много... Вот сейчас я вам покажу. Это крупно. Вот в крупных много коричневой штуки. Это древесные какашки, скажем так, чем они питаются. Мы их выпотрошим, отварим. Сначала отварим, потом выпотрошим. И пожарим на жиру, в общем-то, оставшуюся от тушенки. Это во фритюре. И можно их с макаронами сделать. Вообще бы вкусно. Вот пока такой план. На самом деле, да, ничего страшного. Сейчас мы будем в процессе уже снимать готовые блюда. Долго. Это так... Можно подливочку какую-то даже не уйти. Подливочку, да. Деталь так не показывать. В общем-то, сегодня у нас очень такое странное блюдо. Пока все. Все. В общем-то, вот что у нас получилось. Это те же личинки майских жуков. Они были пожарены, скажем так, не в фритюре, а во фритюре. Вот, на жире от тушенки. Вот так они выглядят. Сейчас продегустируем, как они на вкус. Что я, к сожалению, уже лицо показывать не буду. Потому что я на веру, что я их в рот пихаю, не куда-то выбрасываю. Хотя нет, я, наверное, могу, да? Вот. Ну, на самом деле, на вкус почти как жареные. То же самое. В принципе, в фритюре тот же вкус. Сейчас всех маленьких я съем. В общем-то, башен, надо будет что-то дожарить. Это определенно съедобно. Да. Ну что ж, интересное такое у нас сегодня будет дополнительное. Все.